Оптимальный витаминный комплекс для наших суставов, костей, мышц. Самые важные витамины и минералы плюс продукты питания для наших костей. Как им помочь? Время идёт. Мы с вами взрослеем. Мы, к сожалению, как бы ни старались, ни образ жизни, ни правильное питание, ни хорошая физическая активность не добавляют здоровья нашим суставам и не защищают нас от проблем, от боли, от различных неприятностей. Мы меняемся, меняются наши косточки с возрастом, наши суставы. И, к сожалению, мы взрослеем, мудреем, становимся лучше, чего не скажешь о наших суставах, костях и нашем, к сожалению, организме. Давайте мы с вами вместе поможем нашим косточкам, нашим суставам и самим себе оставаться максимально здоровыми, движимыми, так сказать, с хорошим настроением. Давайте укрепим наши суставы и кости. Они нам должны ещё послужить, чтобы мы могли хорошо двигаться, заниматься какими-то делами, прогуливаться, танцевать, почему бы нет, даже если мы в преклонном возрасте. Итак, нам возраст 45, 65, 75, 85 и наши суставы, наши кости, связи, мышцы и связки. Надо же, конец дня всё вылетело уже с головы. Итак, костная ткань любого человека постоянно обновляется. И для этого на первом месте всем нам нужен кальций. Кальций нам на первом месте необходим как воздух для жизни человека. Но кальций необходим не простой, а в связке с витамином D, для того, чтобы он хорошо усвоился и пошёл нам на пользу. Также для костей, суставов, связок и мышц вместе с кальцием необходим фосфор. Вот эта связка самая важная для нас. Значит, записывайте, запоминайте, смотрите. Кто не успел, читайте, там есть после слова «Ещё». Входите в три точки, описание видео. Там по времени будет написано, о чём я говорю, сможете выписать себе всё самое важное. Значит, про витамин D и фосфор вы поняли, что чтобы усвоился кальций, который на первом месте нам необходим, жизненно необходим для того, чтобы наши косточки, суставы хорошо работали. Нужно ещё витамин D и фосфор, чтобы хорошо работали метаболические процессы на клеточном уровне в этих тканях. Далее нам необходим витамин С. Это антиоксидант, который участвует в синтезе гиалуроновой кислоты и коллагена. Без него не будет обновления хрящевой ткани. И витамин С ещё хорошо защитит наши суставы от вирусов, от бактерий. И витамин С нужен нам именно для этой цели в совсем небольшом количестве. Даже 200 миллиграмм его нам будет достаточно. Если у нас будет дефицит витамина С, это для нас грозит болями в суставах, неприятным дискомфортом. Поэтому витамин С обязательно тоже. Витамины группы В, особенно витамин В6 необходим. Он участвует в регенерации, он поддерживает иммунитет. А иммунитет у нас есть и на клеточном уровне, в мышцах, в суставах, во всех тканях нашего организма. Поэтому витамин В6. Он снизит воспаление, потому что в таком же возрасте наши суставы склонны к тому, чтобы было у них воспаление. И норма его очень маленькая. 2,5 миллиграмма. Далее. Витамин из группы В, витамины из группы В, они участвуют в контроле соли в организме, что улучшает и укрепляет... Так, сбилась, что хотела сказать. Что не сказала, что сказала. Витамины группы В, отвлекла санитарка меня, Они участвуют в образовании коллагеновой оболочки, которая обволакивает наши суставы и улучшает все процессы в наших суставах и косточках. Если будет недостаток витаминов группы В, то у нас происходят, опять же таки, боли, невралгии различного характера. И даже боли в мышцах могут быть, не в самих суставах. Дальше нам необходим, как воздух, витамин Е. Это тоже антиоксидант, который участвует в питании клеточек, суставов. Он еще участвует вместе в связке с витамином С, защищая организм от инфекций, от артритов. Быстро сращивает травмированные косточки. Нужен для связок, если идут какие-то разрывы и там тоже какие-то патологии. И дневная норма витамина Е 20-30 миллиграмм. Также нам нужен селен и кремний. Они хорошо выстраивают хрящи, хрящевую ткань. Поддерживают саму эластичность хрящевой ткани. И если вы заметили, все вот эти витамины, минералы, они один нужен, один нужен к нему, идет бы, как можно сказать простым языком, на помощь другой. Они вместе взаимодействуют и вместе служат хорошему здоровью нашего костно-мышечного, суставного, так сказать, аппарата нашего организма. Также нам нужны еще омега-3, 6, 9. Это для чего? Чтобы были процессы обновления клеток. При помощи этих жирных компонентиков улучшаются процессы восстановления клеточек. Клеточки обновляются. Эластичность, упругость ткани тоже зависит именно от омеги. Поэтому принимать отдельно рыбий жир, принимать жирные, кушать жирные сорта рыбы. Многие сейчас скажут, что это же дорогая рыба, но к жирным сортам рыб относятся сель, лососевые, скумбрия, сальдины, окунь, карп и судак. То есть тут есть в этом списке и дешевые рыбки, так сказать. Дальше витамин А. Он вообще даже защищает от остеопороза, от разрушения костей. Участвует в обмене фосфора и кальция. То есть помните, я бы сказала, что к кальцию вначале нужен витамин Д и обязательно фосфор. А витамин А нужен для того, чтобы и фосфор хорошо подействовал, чтобы хорошо поработал в нашем организме. Именно витамин А поможет при деструкции хрящевой ткани. Норма в день витамина А 1,5 миллиграмма. То есть тоже очень мало. Я надеюсь, вы заметили, что количество для костей, мы не говорим о других проблемах в нашем организме, количество витаминов и минералов для костей вообще незначительное. Какие-то там доли миллиграммов. Но они очень сильно, вот эти микрограммы очень сильно нужны нашему костно-мышечному аппарату. Без них у нас будут серьёзнейшие проблемы. Без них у нас боли. Ни о таких танцах, иногда и о движениях не идёт даже никакая речь. Дальше. Вот эти вот, что я перечислила, это самые-самые важные. Что можно ещё сюда добавить? Магний, цинк и медь. Они тоже помогают хорошему формированию костной ткани. Они помогают обновляться клеточкам в суставах, в связках, в хрящиках наших. Без этой тройцы, вот магний, цинк и медь, очень сильно могут пострадать связки и суставы. Также нам ещё нужен коллаген, фибриллярный белок. Про это вещество очень много мифов ходит. Где его взять, как его взять. Я скоро выпущу видео и про коллаген. Будете, кого интересует эта тема, поставьте на колокольчик напоминание, чтобы не пропустить это видео. И нужен глюкозамин и ханроитин. Многие могут сказать, что если нужны не такие большие количества витаминов и минералов, я буду больше кушать рыбы, больше кушать там каких-то продуктов. Вот то, что я перечисляла, к примеру. Но иногда с возрастом у нас есть какие-то заболевания, которые очень часто нарушают всасываемость этих витаминов с едой даже. И врачи уже назначают принимать нам добавочно какие-то витамины и минералы. Я вам хочу сказать, что вот у меня один такой случай был. Где-то уже видео я его рассказывала. Что? У нас очень часто люди почему-то боятся витаминов и минералов. Особенно в таких странах, вот где я живу. Украина, Молдова, Беларусь, Россия. У нас это считается плохо. За границей в развитых странах Америка, Германия, Великобритания, Италия, Япония. Да в разных люди принимают большое количество витаминов, минералов. Посмотрите, как выглядят их люди. В 65, в 75, в 85. Они могут ходить на тренировки. Они бегают, они ходят на лыжах. Они танцуют. И посмотрите на людей в нашем, в нашей местности, в этом возрасте. Это сплошь и рядом бабушки и дедушки. Поэтому витамины, само даже слово витамины, как переводится с латинского слова жизнь. Поэтому, чтобы наши косточки, связки, суставы, всё оставалось крепким, эластичным, подвижным, нам нужны витамины и минералы. Из продуктов обязательно последуют комментарии с вопросами, что из продуктов добавить к витаминам и минералам. Желатин. Желатин в десертах, в желе, в холодце. Это коллаген в чистом виде. Куриные лапки. Очень полезные. Поставлю видео, но там непрофессиональные. Я его делаю для своего второго канала. И то я делаю это видео даже для одного человека, послать рецепт, что я делаю с куриными лапками, как я их использую. И решила, что это будет ценный совет для многих моих подписчиков, кто хочет вести здоровый образ жизни. Тоже постараюсь не забыть выложить это видео в описании с моего второго канала, где короткие видео шортс до минутки. Канал мой называется, кого это заинтересует, можете перейти и подписаться. Аптека рядом называется. Далее. Рыбки. Я уже вам говорила, перечислила немножко, какая рыба содержит много омега полезных жирных кислот. Рыбий жир, он очень хорошо сохранит эластичность суставов, хрящевой ткани, здоровья всего нашего организма. Хоть сейчас и ходит уже много, одни говорят полезен, другие говорят вреден, но я считаю, что в норме всё полезно. Если мы хотим, чтобы у нас и внутрисуставной смазки хватало в суставах, то рыбий жир нам необходим. А у кого ещё боли, артриты, заболевания, то вообще категорически, можно сказать, необходим. Дальше. Рыбка. Рыбку я перечисляла. Форель, скубрия, сель, лосось, сардины, тунец. Чёрная, красная икра, кто может себе это позволить. Растительные масла. Очень полезно растительные масла. Я выпущу, скорее всего, просто не хватает времени, очень много занимает и работа, и сейчас переходим в сезон весна-лето. У меня огород, сад, в общем, много-много дел. Растительные масла. Какие? Кроме привычных нам, кукурузное, подсолнечное, оливковое масло, льняное масло, ореховое масло, кунжутное масло. Все-все масла чередовать. В течение дня использовать от трёх до пяти масел. Можно добавлять их непосредственно перед тем, как кушаете в салаты. Только не так, что салат на целый день сделал, залил туда масло, оно там и разрушилось. А салат сделали, поставили в холодильник, ложите немножко на тарелочку, издабриваете этими маслицами и кушаете их. Тогда будет колоссальный эффект и польза для организма. Молочные продукты. Источник кальция. И это строительный, как я в начале видео говорила, материал для наших костей, мышц, хрящей. Кисломолочные продукты, больше полезные. Но не надо брать обезжиренный творог, сметана, кефир. А именно хотя бы 2,5 процента, чтобы жирность была. Тогда хорошо усвоится кальций из молочных продуктов. Цитрусовые ягоды, шиповник, чёрная смородина, грейпфрут. Но насчёт грейпфрута. Возрастным людям осторожно использовать этот фрукт, так сказать. Потому что он, его нельзя с препаратами сердечными. Которые заканчиваются на прилы. Рамеприл, каптаприл, амприл. То есть очень осторожно с грейпфруктом. Дальше. Морская капуста. Она богата селеном. Кушайте морскую капусту. Помогает сохранить хорошую двигательную активность наших суставов. Чтобы ничего не трещало, не болело. И, надеюсь, если вы будете соблюдать вот эти простые, хотя бы, рекомендации. Эти витамины, как правило, не такие большие. Большие, да, комплексы лучше. Где идут и другие витамины, минералы добавлены. Но хотя бы вот этот комплекс соблюдать, чередовать разных фирм. И ваши суставы будут в норме. Часто бывает проблема тазобедренного сустава. Вот тут у нас болит. Очень часто седалищный нерв воспаляется. Эти, кстати, витамины тоже помогут и при этом. Это был вопрос. Таких вопросов было много. К этому видео я долго шла, потому что просто не хватало времени. Надеюсь, ответила ценно, ценными, простыми советами на ваш вопрос. И очень хочу, чтобы вы, кто смотрите меня, сколько бы вам не было лет. 40, 50, 60, 70, 80. Вы могли хорошо двигаться, вести здоровый образ жизни, даже танцевать. А с вами была Елена, ваш домашний лекарь-аптекарь. Субтитры создавал DimaTorzok